Первое. Я против того, чтобы меня снимали. Против того, чтобы меня снимали. Да. Вы меня услышали? Конечно. А их видно, гумасексуалистов. Хорошо, да? Покажите мне. На вас же люди смотрят, начальство потом ваше посмотрит, как вы бездействуете, стоите. Ну правда, вы зачем нужны? Постоять тут с ними пообщаться, как, блин, не знаю, с маленькими детьми им что-то объяснять. Мы и так сами могли. Ну зачем, для чего толкать? Владимир, вы хотели мне по лицу за камерой сейчас повторить. Как еще раз, я забыл. Что? Ну как это делается? Что это? Я не запомню. Что, анонизмом как заниматься? Как вы это делаете? Домашних условий? Вас в таких условиях надо научить? Я не знаю, да, как вы это делаете. Ну давайте, давайте пройдемте вот в МТС, я вам там, я вам там покажу. Вы планируете... Это в Латинском месте? Нет, нет, нет. Там вот у них шермочка, шермочка, я вам все покажу. Я вам шермочка. Шермочка. Да не в общественном, а скрыто будет, скрыто. Мы же проговорили, вы только что спрашивали, не появляется ли торговый центр общественным местом. Я же говорил, зайдем? Вы планируете заняться анонизмом в общественном месте? Простите, что отвлекаю, но нам помощь, дело в том, что наша ваша нужна. Дело в том, что вот мы пришли в Макдональдс поесть, а вот нашего товарища не хотят пускать без досмотра, получается. Вот. И вот правые парни вот эти вот... Извините, как вам обратиться? Павел. Андрей. Павел, сейчас сотрудники полиции приедут, мы с сотрудниками разговаривали, вам все объясняют. Вот я уже объяснял вашим коллегам, что Росгвардия нужна для обеспечения, в том числе и конституционных прав и свобод граждан. А в настоящий момент конституционные права и свободы граждан ограничиваются. Так что, видимо, именно для этого вам общество дало оружие, специальные средства и специальный статус сотрудника полиции для применения физической силы, если что. Мы хотим только обеспечения наших прав, ничего более. Сотрудники Росгвардии решают, кому им помогать или никому не помогать. Пока что никому не помогают. Не могут определиться, что делать-то. Вот я им рекомендую за народ быть, а они не знают, что-то думают еще. Так что, Лисовский, вы что-нибудь решили? Может, поможете нам все-таки покушать-то? Я вам объяснил сейчас ситуацию, сейчас ждем у сотрудников полиции. Вот, у меня просто такой вопрос. Нарушается права и свобода сейчас. Вот вы, то, какая сотрудники полиции прибудут, будете действовать или как? Вот представим, сейчас кого-то убиваем. Я сейчас все объясню. Сейчас никого не убираю. Нет, ну, например, а какая разница? Нарушается права и свобода граждан. Все объясняет. Немедленно надо пресекать. Мне так кажется. Я думаю, закон на моей стороне. Как вы думаете? Или вы боитесь вот этих? Их у вас численность сравнялась, у вас оружие. Я понимаю, что они больше. Ну, хорошо. Как хотите. Делайте, как говорится, то, что вам позволит закон. Пока бездействует. Вы, как считаете, это нормально, молодой человек отказывается что-то показать в предмет. Если это законно, это нормально. Абсолютно. Да, очень люблю. Ветеранин закон 35, он на терроризме, на самом деле. Вот. Но дело в том, что у нас в России пока не разрешили ЧОПам, не дали полномочия сотрудникам полиции. Подождите. Давайте снимаем это. Да, конечно. Давай. Письмо откуда? Письмо. В связи с угрозой совершения террористических акций, эксимистических проявлений, прошу вас провести инструктажи помещений в торговом центре по прилегающей территории об усилении бдительности контрольно-пропускного режима досмотра граждан, а также о немедленном информировании отдела МВД России по Хорошевскому району, городу Москву, подозрительных лиц и предметах. Также информирую вашим сотрудникам МВД по Хорошевскому району о порядке безопасности граждан на территории прилегающей торгового центра, взаимодействию и совместное обращение общественного порядка. Все правильно. Провели инструктажи? Вы инструктажи провели? Читаю вот здесь. Кто написал? Провести инструктаж о порядке, соблюдении режима досмотра, правильно. Молодой человек не прошел в зону металлодетектора. Значит, он что-то скрывает? Вы меня извините, пожалуйста, но есть ли в федеральном законе сейчас детективной охранной деятельности слово досмотр? Нет такого слова. Нет даже осмотра. Молодого человека не осматривают, не досматривают. Его просят показать предмет. Так он же может отказаться. Вы же просите, правильно? Он отказывается, мы отказываем ему в посещении. Почему? Это же общественное место. Это общественное, но мы несем безопасность за своих граждан. Посетители. Дело в том, что это... Давайте в цену в сторону. А вы представитель торгового центра. Сюда, давайте. Первое. Я против того, чтобы меня снимали. Против того, чтобы меня снимали. Да. Вы меня услышали? Конечно. Давайте так. Я сейчас тоже... Давай, давайте вот я сейчас скажу. Первое. Да. Вы нарушаете законодательство. В том плане, что я сейчас вам говорю, что вы... Я возражаю против того, чтобы меня снимали. Так мы услышали у вас. Я сейчас снимаю. Ну, вы в ней, пожалуйста. Зачем? Я прошу, прекратить мою съемку. Я возражаю против того, чтобы меня снимали. Я не вынужден вам отказать. Почему? На основании чего? Ну, не хочу прекращать видеосъемку. Ну, не хочу. Не хочу прекращать видеосъемку. Хорошо. С моей стороны сейчас будет заявление о том, что вы нарушаете мои... Конечно. Вот полиция стоит. Да, я это одним сейчас сделаю. Что за перец? Первое. Какой перец? А ну, кто такой. Что за перец? Перец? Болгарский? Острый. Болгарский. А, не, мы просто об ужине говорили. Что там это? Об ужине? Ну, что, болгарский перец, любите? Ну, что, ужин? Так мы хотели покушать. Мы идем кушать. Не, мы прошли, мы это прошли. Вот человека не пропускают. Дело в этом все. Ну, а то что, человеку объяснили суть? Да мы не можем пойти мимо подобного беспредела. Согласен. Давайте как-то регулируем конфликт. Вы хотите, чтобы прекращена была съемка? Она прекратится, как только прекратится нарушение Конституционных прав и свобод граждан. Дима, покажи. Я ограничил с собой. Ну, Валя. Дима, покажи. Что именно? Ну, попытайся пройти вот технику. Почему? Стоп, я не знаю, наверное. Нет, не, хорошо. Одну секунду. Давайте, пожалуйста. Мне хорошо чувствуется, мне металлодетекция. Вы видите, применяю, я расставал, у меня это металлодетекция. Вы можете подняться, не, я тут подмешу. Можно на первом этаже в ресторане расположиться. А если человек отказывается пройти? А я не знаю, что у вас есть металлическое, на что срабатывает металлодеткция. Абсолютно, мне все равно, кто вы. Вообще, ровно, то есть, вам... Я говорю, мне все равно, кто вы, я... Нет, а вот просто ваши отношения. Почему вас так интересует? Это вам специально подходят, чтобы спросить? Ну, вы спрашиваете, я тоже могу спросить. Секундочку. Я вот их ненавижу почему-то. Гомосферсалистов я вообще их прям за людей не считаю. Вот зачем вы такое говорите, а? Ну, я считаю, что они позорят общество. Я вот расскажу, вы сейчас на уголовном статье наговорите, вы что? Я не хочу этого. Я просто сказал свое мнение, я тут не вижу гомосферсионства. А как думаете, вот люди... Это вы просто их знаете? Я их определяю, у меня просто чуйка на них. Хорошо, хорошо, дайте. Вот это тут в форме, как думаете? Я думаю, что нет. Нет? А вот в шапочках? Тоже нет. Да их видно, гомосферсионистов, у них по голосу, по поведению. Хорошо, да? Хорошо, покажите мне. Покажите мне. Вот я уверен, что вы никогда не определите. 90% дам. 90% это довольно-таки маленький процент. Но никто не признается. Довольно-таки 90% это слишком... Гомосферсионисты никогда не скажут, да, я говорю, что... Это редко, это в Европе. Здесь права гомосферсионистов в России ущемляются. Вы так хорошо об этом знаете? Да я вижу, что они ходят, шифруют. Ну ладно, давайте, покажите мне. Я просто мне... Я не буду даже его останавливать, на самом деле. Нет, ну будет, если я покажу. Хорошо. Вы просто. Ну, 90% говорю, это слишком велик шанс ошибки. Это нехорошо. Вы не ходите на гомосферсионисты? Александр, это к вам вопрос. Это к вам. А, мне? Так я же говорю, это он сказал, что покажет. Нет, у вас просто весь разговор, вот диалог 15 минут, но мы социалисты. Ну, мне волнует ваша ориентация, да? Потому что... Я не понимаю, что вас волнует. Потому что... Я ей спрашиваю, в охотниках мы социалисты? Нет, это вы ко мне пристаете. Вы ко мне пристаете? Да. Это вы до меня там дотрагивались. Я не знаю, что... Я дотрагивался? Конечно. Вы обманываете себя. Это клевета на честного порядочного человека. Я вас пальцем не тронул. То есть, чем вы столько полиции вызвали? Ну, приехал продаж, да? Ну, меня вызвали, я сами приехал. Мы не вызывали. Да, случайно? Ну, да. Ну, что там? Нет, они просто узнали, что он здесь. Подожди, подписаться, приехали автограф взять. Нет, конечно, а вы не даете. А можете им сказать тогда, чтобы они подписывались на канал, ставили лайки людям этим? Нет, вы уже скажите сам. А вы подписаны? А вы уже подписаны? Конечно. Я надеюсь, вы комментируете и не вот эти похабные. Там есть похабные комментарии, надеюсь, это не вы. Я вообще ничего не комментирую. Нет, а комментарии это очень важно, надо оставлять. Эти комментарии важны для вас? Да. Денюшка капает? Да. Я тогда буду оставаться. Удалять чужие, удалять чужие. Чтобы вам побольше капало. Смотри, как круто. Это мне нравится. Это просто... Не, не, не. Вы не любите странную. Какую, смотри. Как смотри, какую. Америка, Америка. Деньги хорошо, конечно. Интернационально. Деньги это очень. Деньги это хорошо, но еще лучше чистая совесть. Согласны? Которые у вас вели. Как вы так вот прям на камеру мне говорите, хоть объясняйте. Вот я, например, про вас ничего личного не говорю плохого. Почему вы говорили? Вы же догадками своими говорите. Смотрите, догадками. Я вас учу. Вы только что немножко ошиблись. Тоже, наверное, будет снимать сейчас. Не знаю. Сколько у вас вообще второго сотрудника из игры? Сейчас? Да. Я не могу сказать. Много, да. Мы подпишем съемки сразу... На каждого сотрудника по камере? Не, не. Ну, меньше, да? Меньше. Ну, а что вы как-то плохо развиваете? Надо на каждого сотрудника по камере. Мы... Что? Куча дел у нас, на самом деле. Ну, так идите, я вас не задерживаю. Давайте вперед. Приходьте, у нас отнимайте. Да какое... Это вы. Вы у нас отнимаете. Давайте мы пройдем. Все, мы идем. А мы отнимаем у них время. Мы вас вообще... У нас там вопрос вообще не был. Мы вас хотели даже угостить. Мы вообще рады вам сделать на форфорде. Скажем, это ребята нормально. Это неплохо, неплохо. Уже ближе. Нас бесплатно сейчас угостят. Не, не бесплатно. Поговорим насчет скидки. Не, я только на бесплатно готов. Кто жалуется, я не понимаю. Ну, что они... Подписчики жалуются. Вот есть жалобы на инфостойке. Почему там нет этих жалоб? Так потому что отсюда не подпускают. Как человек может пожаловаться, что его не пустили на инфостойке? Скажите мне. Как? Мы не пускаем, но вот этого парня, но пока что он предмет. Ну, такое... Да у него продукты питания там. Да видно же, кашка какая-то там, дегашка. Просто не пускаем у него бродягу. Вы тут не видите ни одного бродяги. Грязного, там, пьяного и так далее. А это кто? Все. А список запрещенных предметов мы можем увидеть? Смотрите, вот это вы сейчас не увидели. Вы просто принимать, не смотрели. Вот это вот посмотрели. Я сейчас лихой человек. А давайте. Вот сюда выходите. А вы озвучьте. Озвучить не можете на память? Конечно. Ножи, пистолеты, кастеты. Нет, нет, нет. Нету. Давайте убедимся. Давайте. У меня? Нет, вы здесь при чем? А почему меня не проверяет никто? Вы прошли через вам криптовалу? Нет. Это без сработием. Нет. Пожалуйста. Если не пропускают сейчас молодого человека без предъявлений металлических предметов, на которых сработал металлоскапель, то мы разговариваем про муж молодого человека. Ну, вы письменно можете отказ вынести, что такой-то отказал в допуске гражданина, там, ну, а любой, оказывается, тогда параметр, ну, можете написать, что он террорист, не знаю, ну, что вы там придумаете? Можете все, что, письменно можете это сделать? Ну, вы же уверены в своей правоте. Сейчас будет проходить видео, которое пищит. Будут они что-то делать или нет? А давайте, действительно, вот смотрите. О, пищит. Что делать? Без насмотра прошел. У одних, когда они взяты отношения, у других можно останавливать ограниченную свободу, а другая. А что и как называется? Это не ограниченную свободу. Как это еще называется? Прорываем статью 55, что это сразительская операция, читаем. Вот что такое сфор. Есть также федеральный закон? Есть. Смотрите, еще один подозрительный человек идет. Вот, смотрите, это об энергии. Он еще раз хочет. О, нет, вы проверяете только с рюкзаками, без рюкзаков вы не проверяете. Почему? Смотрите, подозрительные люди идут, смотрите. О, запищали. Смотрите, с сумкой не досмотрели. Мне кажется, я его где-то видел. Мне кажется, в розыске человек, ну, мне так кажется, я где-то видел похожее лицо. А вы можете человеку подойти, что он находится в розыске? Вам много чего кажется. Да я вообще не крещеный, потому что. Поэтому и кажется. Вас, может, маним пресерили? Так это не в отношении. Смотрите, никого не проверяют. А вот этого проверят, смотрите. А вас маним пресерили, да? Смотрите, а это? А этого проверят. У вас внимание присоединяется? Нет, я уже провидец. Зачитайте статью. 55-я Конституция РФ. Еще раз, пока не так начиналось. Мы миску снимаем сейчас. Видели, я влезаю? Там, где речь идет об угрозе общественной безопасности, либо об умолении общепризнанных прав и свобод других граждан, права и свободы человека и гражданин, ограничиваются. Но... Кем? Каким законом? Вот этим вот. Нет, каким законом вы руководствуетесь в том... Письмо читайте от ОВД. Федеральный закон 35. Какого числа можно почитать? Вы попросили сначала закон. Нет, законный я видел уже. Закон 35. Ну, я это видел уже. А вот письмо от какого числа и кому от кого? Пожалуйста. От 4-го, 4-го, 2017 начальник откуда это ОВД по... А, по Хорошевскому району. Вы препятствуете деятельности моей... Да я не нравится, поздравить вам. Вы моей деятельности препятствуете. Какой? А покажите документы. А покажать? Да, конечно. Пресса есть? Да, конечно. Ну, тогда вообще нет вопросов. Показывать, нет? Да, 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 конечно. Ну, сейчас не препятствуйте, я вам там все займу. А, ну и продолжайте препятствовать. Сейчас проверим, как вы не препятствуете. Пятьдесят восемь минут прошло. Это вообще просто... Ну, вы мне мешаете. Ну, не просто. Нет, вы встаньте с Богом. Ну, вы встаньте. Ну, вы же мешаете. Когда вы меня отвлекаете, я чувствую, что... Ну, вы мешаете мне. Репортаж снимаю, а вы мешаете. Репортаж. Репортаж. Это старый еврейский репортаж. Это да. А, у вас такой же сайт? Да, у меня так называется блог. Евреев? Да. Ну, и нормально сейчас, как я... Лишь платили. Вот молодец. Вы там вот мешаете, препятствуете все, что я хотел записать интервью. Но наш другой сотрудник с той стороны... А у нас, если что есть, мы нам перекинем. Да вы не перекидывайте, нифига. Спросите, перекинем. Не знаю, с ваших фараоновцев. Да вы подписаны все, там вся почта есть. Ну, все. Мы вам перешлем. Сказать вам почту? Что вам? Стоп. Запрет. Это. Gmail.com Хорошая почта, да? Вам будут. Запомните? Да. А как будет с вас? Видео вам скинуть? Серьезно, а то вдруг вы чего в этом не дозаписали. Гнилой фараон, я не знаю, там может быть... До сих пор... А фараон у меня в печенках сидит. И беспомощная Росгвардия. Нет. Так что, может, решим вопрос, и вы поедете, и мы поедем. Поедем. Ну, так как-то обеспечите наш проход туда? Поход можно обеспечить? Ну, проход вот... Проход? Макдональдс, конечно. Ну, как не надо? Не, ну я-то могу, вон там человек стоит. В чем проблема? Ну... Кто у вас задержит лично? Мы покушать хотим. Ваши лично задержим. Ну, мне его привезти сейчас, он то же самое скажет. Давайте решите вопрос. Ну, почему-то там, не знаю... Вы только нас не торопите, хорошо? Как не торопите? Так вы же уже все выяснили. Вы еще ничего не выяснили. Вы видите? А, телефонное право у нас. Вы же обязаны и так, знаете, соблюдать законы. Как же так-то? Что там выяснять-то, господи? А так бы предъявили им требования пропустить нас. Не выполнили. Все, 19-3. Тогда бы они знали. А так что? Они вас не боятся, видите как. На вас же люди смотрят. Начальство потом ваше посмотрит. Как вы бездействуете, стоите. Ну, правда. Вы зачем нужны... Постоять тут с ними пообщаться, как, блин, не знаю. С маленькими детьми им что-то объяснять. Мы и так сами могли. Давайте как-то решайте вопрос. Пальцем не надо, не от方. Я вам утверждаю, что на этом объекте выглядит пропускной режим. Внутри объектовый и пропускной режим. Это я вам утверждаю. А то есть у них у всех пропускал кто заходит? Внутри объектовый и пропускной режим. Объекты где? Это объект, на котором мы сейчас пresholdы. В котором ведет внутри объектовыйGBTOM и пропускной режим. Вот пропускной режим, от слова пропуск, правильно? Выâr reach, понять. А вот является ли этот объект общественным местом? Конечно. Так же такой объект является общественным местом. В рабочее время, соответственно, правильно? Цель обеспечения безопасности людей, находящихся в общественном месте. Мы к этому сейчас читаем 55-ю статью в Конституции. Есть федеральный закон номер 35 о противодействии терроризма. Все это подразумевает... И что там написано в... Вам не звучит? Хотите вам еще раз зачитать? Ну, федеральный закон номер 35 об энергетике мы только заявили. Вы не правы. Забиваете в интернете, вот отключаете сейчас телефон, можете снимать кого камера, забиваете в интернете. Федеральный закон номер 35 о противодействии терроризму. И там все в конкурс раз присутствует. То есть за 35 о противодействии терроризма. Почитай, да? Ради интереса. Для вас инструкция по астрологической машине. Для вас в обладе знающики. Правильно? Позвольте. Так я рекомендую прочесть данный закон. Господа, можно вас на минутку? Давайте на минутку. А вот сейчас я хочу написать, что меня снимают без моего согласия, без моего ветра. Меня продолжают снимать. Хотя я конкретно, я с тобой разослал. Что я против того, что вы меня снимали. Поэтому я сейчас... Прошу. Я сейчас... Я сейчас разговариваю с сотрудник полиции. Поэтому я планирую сейчас написать за имя и нарушение. Но без моего ветра нарушают мои гражданские права. А-а-а. Да. И федеральные законодательства. Общество. В лицо снимать человека, какого его... Когда человек в высокосклассе направляется в его согласии, запущена федеральная законодательства. Этот человек и снимают. Даже снимают. Ты понимаешь, что на теле потом выйдет эта съемка. Что не выйдет на него? Я просто объяснил, что это в нашей лидеральной законодательстве. Что конкретно? Вот статья 2. Основные принципы. Меня ничего. Я сейчас дожду сотрудников, которые перетерял, приезжаю, пишу заявление, а дальше мы с вами... Так вам мало четырех сотрудников. Они просто не готовы, наверное... То есть сколько вы еще готовы людей оторвать от службы, чтобы вместо своих алчных таких вот желаний? Ну как вот, как вот, как? Вот, зерталка. Отражаю вам ваш вопрос. Ну, я вообще не вызывал никого. Это вы всех вызвали. А мы вас и не останавливали даже. Вы, вон, я говорю, отвлекайте четырех уже служивых. Вы хотите еще, как минимум двух сейчас приехать. Никого не отвлекаем. Шестерых. Никого не отвлекаем. Ну, скажите, идите вон, Дмитрий. Зачем? Скажите, скажите, что это от меня. Ну, от вас. Ну, вы подойдите, скажите. Вы можете еще что-нибудь... Да они не полицейские. Они не полицейские. Что ж, вы даже не... Вы с кем-то общались и даже не знаете с кем? Нет, вы можете... Я вас настоятельно вам рекомендую в следующий раз не общаться неизвестно с кем. Вот я-то про то же. Вот. Вот. Хорошего человека учиться, молодец. Ну, только я не хочу с вами общаться ни о чем уже. Раз... А вот там вы какое-то заявление аж оставляли. Я буду писать. Нет, я не оставлял. Я буду писать. Вы пытались оставить. Я видел. Слышал. Я работал в службе безопасности торгового центра. Ну, а чего вы стесняетесь? Кто вы? Сказать изначально. Я не стесняюсь. Я вам сказал только что. Ну, только что вы тут уже полчаса. Ну, может, меньше. Меня никто не спрашивает. А как вас по имени можно назвать или секрет? Нет. Нет? Олег. А, Олег. Ну, хорошо. А просто Олег безотчества можно? А, Олег. Меня, я Вова. Очень приятно. А, вы запомнили? Ну, конечно. Ну, теперь я зря и подсказал сейчас. Давайте чуть-чуть. Потому что все-таки мы стоим на центральном проходе и сейчас мешаем... Ну, я пойду к своим, так. К проходу пришли. Я к своим пойду. Да, молодой человек. Пожалуйста, пожалуйста. А он со мной может пройти? Нет. Если он хочет проходить зону металлдетекции, предъявлять предмет, на который сработал металлоискатель, и, пожалуйста, вы можете пойти во окружение. Так вон охрана. Он до охраны пойдет. Зачем? К представителям власти. К представителям власти. Вот он там, туда пройти. Дмитрий, ну, вот Олег с вами не справится. Я предлагаю вам пройти к Росгвардии. Хотя бы там защита. Вы там толкать или что? Вы там защита. Ко мне применяют физическую силу или что-то? Я согласен с вами. Я думаю, там я буду запасывать. Безопасность. Главная безопасность. Давайте. Вот. Дмитрий, ну... Ну, в чем суть? Дмитрий сейчас пройдет просто. Подождите, подождите. Вы меня пытались заплатить? Нет, я вообще вас не трогал. Видите, я просто снимаю. Смотрите. Да, да. Прошу прощения. Да и надо мне в лицо тыкать вашей камерой. Ну, почему? В лицо. Почему вы подходите к ней? Вот сейчас. А вы сзади. Я только что шел, вы за камеру размахиваете так, что чуть попали мне по лицу. А, Владимир, мне неудобно. Чуть не считается. Владимир. Ну, зачем? Для чего толкать? Я стою на месте. Я много чего хотел. Владимир. Ну, а что же? В чем же вы ограничиваете свои желания? А, то есть надо? То есть надо, да. Ну, если вы так хотите, ну что же делать? Вы же думаете... Я же не могу ограничить вас. То есть все мои желания я должен использовать, да? Я не знаю. Хотите? Ну, я не знаю. Можно вас хоть в интернет-то выложить? Нет. Я вам тут просто пояснил, что я сейчас... Мне нет. Я планирую... Вы к другому кому-то говорили. Мне нет. Давайте, мне расскажите. Давайте. Я сейчас планирую написать заявление о том, что меня снимают без моего... Я сказал, снимают штаны, трусы и девок на Ленинградской. Давайте. Ну, я не знаю. Мне это не знакомо. Только еще раз. Как кого снимают? Я вас научил. Я вас научил. Если вы не умеете до сих пор. Вот вам вроде как уже лет сорок-пятьдесят. Владимир, как еще раз я забыл? Что? Ну, как это делается? Что это? Никакая я не запомню. Что? Анонизмом как заниматься? Как вы это делаете? Там ваши условия. Вас в таких условиях надо научить? Я не знаю, да. Как вы это делаете? Ну, давайте пройдемте вот в МТС. Я вам там покажу. Вы планируете... Это Владимир Владимирович? Нет. 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 Там вот у них ширмочка, ширмочка. Я вам все покажу. Это ширмочка. Ширмочка. Да не в общественном. А скрыто будет. Скрыто. Мы же проговорили. Вы только что спрашивали, вообще не появляется ли торговый центр в общественном месте. Я же говорил, зайдем. И вы планируете заняться на низ в общественном месте? Научите. Научите человека, который не умеет, к сожалению, этим заниматься. А так жаждет, жаждет. Ну что же сделать? Да. Я рад. Это мой второй уже поклонник. Третий, да. Вы тоже мой поклонник? Ваш вообще. Я же сказал. Я рад. Ну, просто мои пацаны. Ну, вот смотрите. Моя личная охрана. Скажите мне, четыре фараоновца будут ко мне всегда приставлены? Вы почему вы снимаете штаны? Это вообще плюс. Свои или чужие? Свои, конечно. А чужие? Чужие я не знаю. Как вы? Пойдемте, покажу. Ну, как покажете, мы с вами встретимся. Вы покажете. Хорошо? Ну, мы уже встретились. Ну, пойдемте. Куда пойдемте? Где вы будете? Вот где там пищу принимают. А где у нас пищу принимают? Ну, наверху. Это где? Всегда наверху. Что там за пища? О, пойдемте в перекресток вниз. Кстати, а точнее в перекресток я пойду? А идите, пожалуйста, Владимир. А можно перекресток сходить? Конечно идите. Сходите в перекресток, купите себе покушать. Я что покупал? Я же много раз сказал, я великий, ужасный. Пожалуйста, Владимир. Я никогда ни за что не плачу. Мне вот просто, мне западло платить вообще. Пожалуйста, Владимир. Проходите. Я краду, да вы что? Я просто бесплатно. Мне люди с широкого барского плеча прямо говорят. Вовка говорит. Ребята, вы еще можете показать себя с лучшей стороны. Ну, правда. Сделайте что-нибудь. Вы же видите, что происходит. Полицейские? Ну, росгвардейцы, я не знаю. На татами можете вызвать их. Как ваш Золотов там говорит. Не, ну если вы как бы против народа, против Путина, вы так и скажите. Ну, нормально. Вообще, отвернулись уж тем. Вот им общество доверило оружие, форму, да. А они, ну, зачем? Зачем им накладывать? Они же не делают ничего. Ну, ладно. Пой, да. Пой! На голове? Не упаковка! Они, это правда! Продолжение следует...